Электричество, вода и мороз – все, что нужно для создания искусственного снега. При оптимальной температуре минус 10 градусов снеговая пушка способна за пару дней создать покров толщиной 1,5-2 сантиметра на всем пространстве стартовой площадки забега. Ее конструкция очень проста. Вода по пожарным гидрантам под давлением поступает в форсунки, которые распыляют ее, а мощный вентилятор превращает в пыль. При морозе в 20 градусов на землю падают уже снежинки, но если температура выше 8 градусов, пушка выдает полок тумана. При пробном запуске на солнце вокруг нее образовалась радуга. Чтобы запустить пушку уже в рабочем режиме, 20 минут тратят только на разогрев форсунок, в которых застыла вода. Проверяют гидранты. Подошедшая пожарная машина подает воду, которую с воем начинает испарять установка. В парке «Дружба» ее применяют впервые. Раньше она работала на горнолыжном склоне в Ласках. Все зависит от температуры и от производительности. Чем ниже температура, тем она может полить и стоять весь день. И опять зависит от давления воды. Если нужно есть давление воды, температура не менее 10 градусов, то в принципе она может полить весь день и засыпать, какой вам практически нужен слой будет. Как отметили наладчики, если прогноз на ближайшие дни подтвердится и в Тамбов придут морозы, есть шанс, что в субботу на главной лыжной гонке года спортсмены будут стартовать на мягком скрипучем снегу. Вся трасса уже в принципе находится в удовлетворительном состоянии, потому что она находится затененная в лесу и снежный покров там удержался. А вот там, где площадка, где у нас старт, финиш, где у нас проходит церемония открытия, она открытая. Она больше подвержена была, ну скажем, тепловому давлению. Вот здесь у нас проблемный участок. Вот этот проблемный участок мы будем отсыпать. Пушка может работать сутками. Главное, чтобы успевали вовремя подвозить воду и природа порадовала настоящей зимней погодой хотя бы на одни выходные. Дмитрий Шапкин, Михаил Мальцев, Александр Щеднов. Область новостей. Продолжение следует...